Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. И обо всем подробнее прямо сейчас. В Югре в новом году начнется массовая вакцинация против коронавируса. В январе и феврале в округ поставят крупные партии препарата «Спутник Ви». Об этом директор Депздрава Югры Алексей Добровольский рассказал на площадке РИЦ Югра. Он отметил, что сейчас прививку от коронавируса можно сделать в семи медучреждениях региона. Как только поступят новые партии вакцины, количество больниц увеличат до 27. На сегодняшний день в Югру завезли больше 1300 доз. Привито 707 человек. Среди них есть педагоги, медики и волонтеры. Некоторые из них поставили защиту от коронавируса еще два месяца назад. Сейчас югорские врачи наблюдают за тем, как иммунитет реагирует на препарат. Сейчас у них идет период проверки иммунитета. Пока первые результаты нас радуют. Иммунитет достаточно высок. Коэффициент позитивности больше 1,1. Минус, что считается положительным, переносит нашу вакцинированную постановку вакцины очень хорошо. Осложнений не возникало никого. Единичные реакции в виде общих повышений температуры до 37 и небольшой болезненности в месте инъекции, что свидетельствует о наработке антител на поставленную вакцину. Добавлю, вакцина абсолютно бесплатная и необязательная. Ее можно будет поставить только при условии добровольного согласия. Перед применением врач оценит состояние здоровья и примет решение о вакцинации. Есть и противопоказания. Это тяжелые аллергические реакции, беременность, а также недавно перенесенные респираторные инфекции. Людям в возрасте 60 плюс прививка пока не ставится. Это будет возможно лишь после клинических исследований. Собираешься прививаться, будь здоров. И ты в течение последнего месяца не должен переносить каких-то острых заболеваний. Есть перечень хронических заболеваний, которых у меня нет, которые являлись бы противопоказанием к выполнению вакцинации. Поэтому три дня после проведения вакцинации первым компонентом этой вакцины состояние стабильное. У меня нет повышения температуры, нет каких-то вот жалоб. То есть я себя ощущаю абсолютно здоровым. 227 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Югре. В Сургуте заболели 32 человека, в Ханты-Мансийске 27. В Нефтьюганске 19, в Нижневартовске 17. Еще в 19 городах и районах округа 15 и менее заболевших. На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 60 зафиксирована пневмония. За сутки на COVID-19 обследованы почти 6,5 тысяч человек. Коэффициент распространения инфекции на 0,02 ниже единицы. Состояние 157 пациентов тяжелое. 121 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки умерли 3 человека, вылечились 303 пациента. Как научиться дышать по-новому, знают в Сургуте. Здесь, как и во многих городах Югры, люди, переболевшие COVID-19, проходят реабилитацию. Это физиолечение и дыхательная гимнастика. Например, в Сургутском кардиоцентре запустили проект «Дыши свободно». Это онлайн-курс, который позволяет попасть на прием к врачу, даже не выходя из дома. Подробнее в сюжете Елены Катковой. Делаем вдох через нос, лопатки вместе сводим. На выдохе спину округляем, ногти вперед потянули. Вдох через нос, спинку прогибаем. Так югорчане учатся дышать заново. Уроки проходят под четким руководством инструктора. Татьяна Кулебякина недавно победила коронавирус. Болезнь поразила 40% ее легких. За здоровье сургутянки врачам пришлось серьезно побороться. Две недели интенсивной терапии и ковид отступил. Теперь впереди курс восстановления. Так как я стою на учете у кардиолога, она мне посоветовала такую реабилитацию. То есть физкультура и физиолечение. Сегодня у меня второй день посещения. Но я чувствую меня полегче. Мы делаем такую гимнастику. У нас она дыхательная. Мы хорошо раскрываем легкие. Дышим. Пусть немножко неудобно в масках, но все равно мы это. И она нам дала распечатку. Мы дома занимаемся также этой гимнастикой. То есть возвращаемся к полноценной жизни. Гимнастика, физиолечение, спелеотерапия, ингаляция и многое другое. К слову, вид лечения, как и продолжительность для каждого ковид-переболевшего, врачом подбирается индивидуально. Основой реабилитационного лечения этих пациентов является лечебная физкультура. Обязательным ее компонентом является лечебная гимнастика. Это различные дыхательные упражнения. Помимо этого, есть возможность, в частности в нашем центре, назначить физиотерапевтическое лечение. Оно может включать в себя магнитотерапевтическое лечение. Оно может включать в себя ингаляционное лечение. Реабилитацию в Сургуте уже прошли больше полусотни человек. Чтобы быть ближе к пациентам, в кардиоцентре запустили новый проект «Дыши свободно». Онлайн-курс позволяет югорчанам заниматься дыхательной гимнастикой, даже не выходя из дома. Основная задача кардио-реабилитации у наших пациентов – это в первую очередь добиться компенсации основного заболевания. Первое, что необходимо делать больным с болезнями системы кровообращения, которые принесли коронавирусную инфекцию, это консультация врача и коррекция той базисной медикаментозной терапии, которую они принимают. Помимо онлайн-курсов, в кардиоцентре запустили горячую линию. Теперь жители округа из зоны риска могут консультироваться с медиками, не выходя из дома и всегда быть на связи. Для югорчан, которые передвигаются внутри округа, справка об эпидокружении не нужна. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Таких требований на региональном уровне нет, но в отдельных случаях принимающая сторона, например, санаторий или спортучреждения, где проходят соревнования, могут потребовать такие документы для соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности. Также по действующему постановлению губернатора для прибывающих в ЮГРО отпускников такая справка необходима. В Нягоньской окружной больнице провели первую операцию на новейшем оборудовании. Недавно здесь установили ангиографическую систему. Местная анестезия, небольшой прокол в руке, коронарография и в случае необходимости установка стентов. Раньше приходилось работать практически вслепую. Теперь хирурги могут увидеть даже самые мелкие детали сосудов. Аппарат снабжен множеством программ для обработки изображений. Кроме того, операции проходят безболезненно. Сокращается и время манипуляций. Уже через пару часов пациент может самостоятельно вставать и передвигаться. Ежегодно в отделении рентгенохирургических методов лечения врачи спасают до полутысячи жизней. Благодаря новому ангиографу, уверены специалисты, эта цифра увеличится вдвое. В первую очередь это позволит снизить лучевую нагрузку как на врачей, так и на пациентов. Уменьшить количество контрастного препарата и оптимизировать финальный результат имплантации стентов пациентам, которые нуждаются в высокотехнологичной помощи при инфаркте миокарда. В Югорской столице стартовал финал 12 сезона Кубка Югры по управлению бизнесом «Точка роста». Соревнования проходят в онлайн-режиме. 23 команды в трех группах борются за звание лучших. В этом году помимо профессиональных и студенческих команд добавились еще и старшеклассники. Победители этапа получат право представлять округ на российском этапе. А оттуда уже прямая дорога на международные соревнования. Подробности в материале моих коллег. В начале этого года в очередном сезоне Кубка Югры по управлению бизнесом «Точка роста» стартовали более 200 команд, почти 900 человек. И вот до финала дошли только 23 из них. Все этапы проходили дистанционно, не стал исключением и последний. Для участников эти соревнования не только способ попробовать свои силы и получить практические навыки управления бизнесом. Это прекрасная возможность в случае победы начать успешную карьеру в крупных компаниях или на госслужбе. За этим проектом наблюдают компании. У нас поэтому на одной площадке, как правило, в финале соревнуются и профессионалы, и студенты. Они решают одинаковые задачи и могут посмотреть, как выполняют разные возрастные категории, одновременно не те же задачи. И это очень часто приводит к тому, что прямо на площадке заводится знакомство и ребят, ярких студентов, потому что профессионалы понимают, чем ребята занимаются, какие сдачи решают, приглашают к дальнейшему сотрудничеству. Во всем мире участие в состязании платное – от 3 до 4 тысяч долларов с команды. В нашей стране эти расходы берет на себя государство. Более того, рассматривается идея активнее привлекать к таким играм школьников. Отличное предложение ввести в школьную программу данный симулятор. Во многих, я скажу, наверное, за себя, я из Пензенской области родом, и у нас в школьной программе было такое направление, как основа предпринимательства. И я скажу, что этот бизнес-симулятор поможет школьникам больше погрузиться тем, что нам давали какую-то теорию. Это намного интереснее, и это практика ориентирована. Международное соревнование управленцев Global Management Challenge проходит с 1980 года. Россия присоединилась к ним в 2006 году. В 2010 финальные игры проходили в Ханты-Мансийске. Это неудивительно. Югорчане активны участники игр на протяжении последних 12 лет. Россияне шесть раз побеждали в финалах, в том числе сейчас мы действующие чемпионы. Сергей Коробков, Лев Рыжков, телекомпания «Югра». Семьи с детьми до 7 лет к Новому году получат по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом президент сообщил на ежегодной пресс-конференции. Заявление подавать не нужно. Деньги начислят по аналогии с летними выплатами. Тогда они составили по 10 тысяч рублей. Такое решение глава государства объяснил сложной эпидобстановкой в стране и отменой массовых праздников. Точные сроки выплаты не называются, однако известно, что деньги перечислят до 30 декабря. Перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с правительством, и с администрацией президента. И мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок. Небольшой, скромный, тем не менее, всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5 тысяч рублей. Как каждому ребенку в семье, где есть дети от 0 до 7 лет включительно. В Югре родители, лишенных прав, будут выселять из жилья. Изменения в соответствующий закон одобрили члены окружного правительства. Норма позволит в судебном порядке выселить человека, лишенного родительских прав, из жилого помещения, в котором ранее проживал ребенок. Таким образом, при достижении совершеннолетия, ребенок сможет вернуться в свое законное жилье. При этом, ему не нужно будет делить жилплощадь с отцом или матерью, которые лишены родительских прав и ведут асоциальный образ жизни. Таких родителей планируют переселять в квартиры по договору социального найма. Данное решение позволит расширить возможности и способы защиты жилищных прав юных жителей округа. Документ направлен для рассмотрения депутатам регионального парламента. В Нижневартовске снесли последний балок. Таким образом, столица Самотлора присоединилась к 15 муниципалитетам, которые полностью закрыли балочную программу. 4 года и 700 временок как будто и не было. Здесь расселили 26 поселков. Подробности у Алексея Шабанова. Вот так заканчивается целая эпоха. Ее по кирпичику, а точнее по вагончику вартовчане строили долгие годы. С жильем в стране было трудно, поэтому и росли в югорских городах такие временные городки. 10 лет назад в момент запуска программы в Нижневартовске было 700 балков. Город окружали 26 самостроенных поселков. Постепенно от этого кольца начали избавляться. Приступили в 2017 году благодаря поддержке правительства автономного округа. За все это время порядка миллиарда рублей, чуть больше миллиарда, было выделено средств городского и окружного бюджета на расселение, на предоставление этих выплат каждому из приспособленных строений. Этот балок в поселке Дивный, как последний из багикан. Несколько лет он стоял и не сдавался. Однако решение суда о ликвидации определило его судьбу. С последним движением ковша болочная программа, на которую в Нижневартовске потратили миллиард, оказалась закрыта. Мы, наверное, сознаем еще через год, через два, может, какие-то мемуары будут писать, что такое балок. Вообще, наши, надеюсь, дети не будут знать этого. На самом деле, мне кажется, очень важное событие. Вы знаете, насколько на контроле у нас стоит и президент Российской Федерации. И мы смело отчитаемся перед нашими жителями, что вот задачу, которую мы нам поставили, мы ее решили. Впрочем, на этом в Нижневартовске останавливаться не намерены. За ближайшие два года здесь планируют снести все деревянные двухэтажки. Алексей Шабанов, Евгений Наскутников, телерадиокомпания «Любра», Нижневартовск. С Нового года в Югре начнет действовать социальный стандарт ценовой доступности авиаперевозок. Его разработали по поручению губернатора Натальи Комаровой. Об этом в прямом эфире с главой региона, посвященном доступности и безопасности транспортных услуг в период пандемии, доложил директор окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта. Это значит, что с 1 января югорчане смогут перемещаться по округу по доступным авиатарифам. Так, почти вдвое снизится стоимость авиабилета рейса Ханты-Мансийска-Галэ с 5136 до 2700 рублей. Как отметила Наталья Комарова, новая схема внутрирегиональных перевозок позволила увеличить пассажиропоток на десятки процентов. Важна обратная связь, в том числе и разговор сегодня о том, насколько принимаемое решение региона совместно с перевозчиками отвечает на тот запрос, который мы сейчас обсуждаем, доступность авиаперевозок внутри региона. В Югре запустили новый автобусный маршрут Междуреченский-Куминский. Он будет пролегать по автодороге, которую открыли в октябре при участии губернатора Югры. Новый рейс презентовали главе региона сами жители Кандинского района. Они присоединились к традиционному прямому эфиру. Жители Междуреченского также показали Наталье Комаровой новую автостанцию. Отсюда будут начинаться два межмуниципальных, 9 межпоселковых и 5 внутрипоселковых маршрутов. Одно из важных направлений – Ханты-Мансийск, куда жители ездят в том числе за получением высокотехнологичной медпомощи. За день автостанция готова обслужить до 150 человек. Она доступна для маломобильных граждан. Здесь есть медицинский пункт, комната матери и ребенка, а также обустроенный зал. Все, что необходимо для комфортного ожидания пассажирами своего рейса. Заместитель главы Кандинского района рассказал, что автостанцию уже выкупил муниципалитет. Кататься или не кататься – вот в чем вопрос. Только зависит это не от желания горнолыжников и сноубордистов, а от возможностей. Пока услуги хвойного урмана остаются для горожан недоступными. Когда любители зимнего спорта смогут покорить склон, узнал Дмитрий Пришвицин. Он побывал на месте событий. И все-таки в этом году гора оживет. Хвойный урман готовится начать работу, хоть и на месяц позже. Одна из самых высоких точек в Ханты-Мансийске, куда уже около месяца мечтают попасть в горожане, станет доступной. С 26 декабря любители сноуборда и горных лыж продолжат заниматься любимым делом. Пока подъемники неподвижно висят над склоном, но со следующих выходных все будет работать в полном режиме, в том числе и прокат. Так обещает Югра Мегаспорт. Гора на 90% покрыта искусственным снегом. Днем здесь работают снегогенераторы, по ночам снег укатывают ретраки. Пока для тренировок открыта маленькая горка. Конечно, любителям быстрой езды она не подойдет. К слову, с этих выходных начнет свою работу и открытый каток. Всем посетителям необходимо при себе иметь маску и перчатки, а на входе будут измерять температуру. В сезоне 2020-2021 года будет организована предварительная запись по бронированию услуги. Услуга катка, услуга зоны отдыха, услуга обзорной поездки на канатной дороге и подъем на сам спуск. Ну а я, как и многие жители Ханты-Мансийска, с нетерпением жду открытия склона. Творческая коллаборация. Сургутские артисты подарили жителям округа концертную программу «Человеку труда земли Югорска и слава». Уникальность проекта в номерах. Здесь и песни местных исполнителей, и выступления симфонического оркестра, и видеоочерки о жизни югорчан. Пандемия творчеству помехой не стала. Премьера концерта состоялась в онлайн-формате. Самый момент, когда вы кружитесь, чтобы он более четко и профессионально получился. Потому что для съемок это ситуация очень важная. Репетиция в самом разгаре. На сцене Сургутского театра актеры до совершенства оттачивают хореографические элементы. Фрагменты из пластического спектакля «Испанские линии» поставили по мотивам новеллы Просперы Мереме. «Кармен» — это тот случай, когда язык танца красноречивее любых слов. В спектакле у меня роль главного Тореадора. Герой мой вступает в отношения с главной героиней Кармен. Ну и происходит, в общем, дальнейшие интересности. В спектакле участвуют артисты не только балета, а также артисты драмы. И могу сказать, что, ну, наверное, все-таки лексика, которая была поставлена Ольгой Нечаевой, ну, достаточно на высоком уровне. И для артистов драмы это было все-таки непросто. Но они добились успеха. Фрагмент этого спектакля и еще десятки творческих номеров вошли в большой проект «Человеку труда. Земли югорской. Слава». Двухчасовую программу посвятили 90-летию округа и его жителям. Воплотить идею удалось благодаря Творческому союзу Сургутского театра, музыкального колледжа и детской хореографической школы. Мы заявили знаковых людей, имеющих отношение к формированию этих 90 лет. И соединили это с творческим процессом, с творческими результатами. Ну, я считаю, что появилась такая программа, которая, ну, наверное, должна уже остаться в каких-то аналогах истории Югры. На подготовку праздничной программы ушел не один месяц. Артисты ждали встречи с реальными зрителями. Однако пандемия внесла свои коррективы. Концерт пришлось перенести в онлайн-формат. Конечно, это был большой длительный процесс, потому что действительно это было там больше трех дней съемок, большая сценарная работа в принципе, да, потому что, как бы, когда у тебя какие-то очень разножанровые такие интересные вещи внутри одной программы, да, то есть их нужно вложить в какую-то концепцию. Внутри программы абсолютно разножанровые номера, хореографические постановки, этюды, песни местных исполнителей, выступления симфонического оркестра, фрагменты и спектакли, а в центре видеоочерки о жизни и работе знаковых жителей округа. Словом, настоящая культурная пища, по которой уже успел соскучиться югорский зритель. Было, да, пожалуй, сложновато, потому что нужен больше эмоциональный посыл, чтобы пробить этот экран и связаться с зрителем, которого мы не видим, но он должен почувствовать ту энергию. Творческая коллаборация позволила югорчанам на время отвлечься от повседневных забот и посетить концерт, даже не выходя из дома. Те, кто по каким-то причинам пропустил это культурное мероприятие, могут посмотреть запись концерта на канале YouTube. А после снятия эпид-ограничений театр вновь примет зрителей уже офлайн. Елена Каткова, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», Сургут. Полтонны металлолома и творческая идея. Слесарь из Лангипаса собрал символ будущего года быка в натуральную величину. Основой скульптуры стали списанные детали автомобилей. Хребет сделан из противовеса коленчатого вала, здесь же камазовские поршни. Пружины стали хвостом быка. Амортизаторы, тормозные барабаны от разных марок машин и много других деталей. Кулибин или рационализатор. В родном городе Виктор Васильевич сделал много скульптур из металла. Последняя, кстати, посвящена 90-летию ВДВ, которое праздновали в нынешнем году. Символ года украсит территорию родного предприятия, где, к слову, и подставки под фонари, и другие металлические конструкции сделаны руками талантливого слесаря. Я использовал колесные диски, уже негодные к эксплуатации, от машины «Татра», от машины «УАЗ», траки от болотоходов, коленчатый вал тоже от «Татры», ну и пружины от «Нивы». В Югре стартовали предпраздничные рейды по магазинам пиротехники. По словам проверяющих, с каждым годом специализированных киосков становится все больше. Так, в Нижневартовске пару лет назад их насчитывалось всего 10. В этом году по жнадзору предстоит проверить 24 магазина. Требования к продавцам салютов довольно строгие. Главное, на чем акцентируют внимание инспекторы, в этом году у покупателя не должно быть прямого доступа к товару. Брать пиротехнику с полки может только продавец. За нарушение правил пожарной безопасности югорчане могут получить штраф. Следить за новостями телеканала «Югра» теперь можно и в Инстаграм. Имя аккаунта на ваших экранах его легко запомнить. А у меня на этом пока все. Будьте в форме, не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра».